Всем привет, друзья! На связи МК, меня зовут Михаил Крошин. Сегодня говорим про недорогие ноутбуки. Именно такие модели в пределах 25-45 тысяч рублей сейчас у нас особенно популярны в России. В первую очередь, конечно, это связано с тем, что многие крупные компании переводят своих работников на удаленку, а те, в свою очередь, пытаются сэкономить, да и вообще не собирают большие крупные компьютеры, а берут для себя какие-то недорогие лэптопы, чтобы спокойно работать на диване. Ну и в стране ситуация не самая простая, поэтому денег у людей не так много и люди пытаются сэкономить. И в этом видео я сегодня вам расскажу, как это сделать правильно, на что обратить внимание. Для себя определил три категории. Это 25, 35 и 45 тысяч рублей. Это видео совершенно не коммерческое, никто мне не платил. И я решил выбрать эту тему, потому что часто люди просили и в сообществе нашем ВКонтакте, и на Ютубе в комментариях снять видео на эту тему. Поэтому я подготовился. Давайте посмотрим, что можно взять за эти деньги и как сделать это правильно. Поехали. Ноутбуки за 25 тысяч рублей. Разумеется, ожидать за такие деньги чего-то особенного не стоит. Посудите сами, по текущему курсу 25 тысяч – это порядка 350 долларов. И если отнять НДС и навар магазинов, то родная стоимость ноутбука должна быть долларов 250. Да половина мобильных процессоров Intel стоит дороже. Поэтому первое, на что стоит обратить внимание, это именно CPU. В самом дешевом сегменте полно неликвида. Это и различные двухъядерные селероны, и Pentium, для которых загрузка Windows является подвигом, и всякие AMD о серии, которые даже с Full HD видео на Ютубе могут не справиться. Кроме них встречается достаточное количество моделей на старых Core i3 эдак пятого поколения. Очевидные терроритеты в 2020 году смотрятся откровенно так себе. Хотя надо отдать им должное – с серфингом в интернете и просмотром фильмов они все же справляются. Идеальным же вариантом являются AMD Ryzen 3 2200U или 3200U вместе с интегрированной графикой Vega 3. Да, это двухъядерные модели с гиперпоточностью и частотой около 2,5 ГГц, так что ждать от них чего-то сверхъестественного не стоит. Но с другой стороны, Apple продает за в 4 раза большие деньги MacBook Air с еще более слабым железом, так что проблем с серфингом в интернете, просмотром фильмов и даже простыми играми типа Dota 2 или CSGO такого APU с Vega 3 точно не будет. Второе, на что нужно обратить внимание – это дисплей. Даже в 2020 году производители продолжают пихать ноутбуки HDTN-матрицей с конца нулевых. Они имеют отвратительную цветопередачу, небольшие углы обзора и низкую яркость. Работать с ними можно будет только дома, вдали от окон, да и плотность пикселей на 15 дюймов получается удручающей, так что сразу отбрасываем ноутбуки с такими экранами. Разумеется, за 25 тысяч ждать 4K OLED панель с поддержкой G-Sync и HDR не стоит, так что остановимся на необходимом рабочем минимуме – это Full HD матрицы. Это будет TN, поэтому да, яркости цвета все еще не будут удивлять воображение, но хотя бы будет достаточная плотность пикселей. Да и в целом такие матрицы ощутимо лучше того ужаса, что творился в моделях с HD+. Ну и последние два важных параметра – это ОЗУ и накопитель. В любом случае придется брать минимум, то есть 4 гигабайта памяти и SSD на 128 гигабайт. Мало, скажете вы, а чего вы хотели за 25 тысяч? И все еще такого объема ОЗУ вполне хватит для шустрой работы системы. Понятное дело, что в Photoshop вместе с парой окон хрома приходят 4 гигабайта за пару секунд, но все еще для обычной офисной работы этого вполне достаточно. Это же касается и SSD на 128 гигабайт. Система будет работать быстро, основные программы и парочка игр влезут, чего еще нужно от образовательного мультимедийного ноутбука. В любом случае, не стоит забывать про апгрейд. Зачастую в ноутбуках есть второй слот под ОЗУ и место для жесткого диска, так что в будущем никто не мешает слегка бустануть свой лэптоп. И на этом из важного все. Да, не стоит ожидать от таких ноутбуков рекордов по времени автономной работы. Тут не будет классных больших тачпадов и удобных клавиатур с подсветкой. Не ждите хороших динамиков и большого обилия портов. Короче говоря, это бюджетные рабочие лошадки, на которых можно делать повседневные дела без ежесекундного корения себя за то, что вы не доплатили пару тысяч рублей за модели лучше. Ну и теперь пару неплохих моделей за такие деньги. Я еще раз напомню, что за этот ролик мне никто не платил, и эти ноутбуки я подбирал для вас сам. Первая неплохая модель – Lenovo Idiopad L340-15API. Его можно найти даже дешевле 25 тысяч, и он как раз соответствует всем нашим пожеланиям. Кроме того, внутри есть пустой слот под ОЗУ, то есть объем последний можно довести до внушительных 20 гигабайт. Аккумулятор тут слабенький на 36 Вт-часов, реально его хватит на 3-4 часа работы. Ну и разумеется, он поставляется без Windows. Еще одной интересной моделью является Acero Spire 3 с маркировкой A315-42R73M. Тут производитель пошел другим путем, поставив вместо SSD жесткий диск на терабайт. Да, система будет работать на нем медленней, зато места хватит для всего, чего душа пожелает. При этом внутри есть еще один слот под ОЗУ и М.2 разъем, так что поставить SSD в будущем будет не проблемой. Конечно, ноутбуки за 25 тысяч – это самый минимум для простой работы. Крайне желательно увеличить бюджет, если вы хотите работать в многозадачном режиме или смотреть на яркий экран с хорошими углами обзора. И при увеличении бюджета до 35 тысяч есть два варианта. Первый – это не трогать процессор, зато получить хороший IPS-дисплей, 8 ГБ ОЗУ и достаточно емкий SSD. Это хороший вариант, если вы не планируете делать чего-то серьезнее, чем обработка видео со смартфона, но хотите открывать с пару десятков вкладок Chrome вместе с Photoshop. Примером такого ноутбука можно считать Lenovo Idiopad S340 с маркировкой 15API. Это уже, по сути, законченный продукт. Больше 8 ГБ ОЗУ с двухъядерным процессором не особо нужно, да и SSD на 256 ГБ для мультимедийного ноутбука вполне хватит. Зато экран тут приятный. Это все-таки пусть и не самая дорогая, но IPS-панель с хорошей яркостью, цветами и углами обзора. Второй возможный вариант – это взять более мощный APU Ryzen, но при этом отказаться от IPS-дисплея. Очевидно, это нужно для тех, кто планирует более серьезно работать на ноутбуке. Например, полноценно пользоваться автокад или иными программами для моделирования 3D-объектов. Конечно, надо понимать, что не стоит ожидать за 35 тысяч крутого процессора, но по крайней мере можно увеличить число ядер вдвое. Лучшие процессоры за эти деньги – это 4-ядерный 8-поточный Ryzen 5 2500U или 3500U вместе с Vega 8. Это уже более серьезное решение, и при желании на них можно поиграть в современные игры в HD на низких настройках. Встроенная графика их вполне вытащит. Интересным вариантом можно считать Acer Aspire 3 A315-42R1MX. Тут и 8 ГБ ОЗУ, и SSD на 256 ГБ, и 4-ядерный Ryzen. Но экран слегка печальный, и если вы до этого сидели за IPS-панелями, то разница будет ощутима. Но во всем другом это классная и не очень дорогая рабочая машинка. Если же вы готовы шикарнуть и потратить на ноутбук 45 тысяч рублей, то у вас опять же есть два пути. Первый – это получить отличный мультимедийник, без всяких оговорок. Второй – это базовая игровая модель. Что нужно требовать от хорошего мультимедийника? Это, разумеется, 4-ядерный процессор, не менее 8 ГБ памяти и емкий SSD, и обязательно IPS-дисплей. И тут опять же есть два пути – это решение на AMD или на Intel. И если вам больше по душе Ryzen, то есть HP 15S с маркировкой EQ0021UR. Тут целых 512 ГБ SSD, достаточные 8 ГБ ОЗУ, нормальный IPS-дисплей, даже аккумулятор имеет не самую низкую емкость в 41 Вт-часов. К тому же в ноутбуке есть Type-C. Все-таки этот порт становится все популярнее, и его наличие можно считать плюсом. Если же вы хотите Intel, то можете обратить внимание на HP 340s G7. Тут стоит любопытный 10-нм Ice Lake вместе с базовой Intel UHD Graphics G1. В общем и целом этот процессор быстрее и энергоэффективнее, чем мобильный Ryzen 5, однако интегрированная графика слегка слабее. В любом случае, такая интегряшка без проблем справится с онлайн-проектами типа Dota 2 или CSGO, да и видео вплоть до 4К без проблем вытащит. Так что если вам процессор важнее графики, это неплохой вариант. Во всем другом тут стандартные 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ SSD, аккумулятор на 41 Вт-час и наличие USB-C. Ну и последний возможный вариант это базовый игровой лэптоп. APU Ryzen хороши всем, кроме того, что в них процессор и встроенная графика делят один небольшой теплопакет, который обычно оставляют по дефолту на уровне 15 Вт. Поэтому в играх, которые сильно нагружают и CPU, и GPU, они работают на далеко не самых высоких частотах. Так что если вы планируете много играть, стоит посмотреть на варианты с дискретной графикой, которая не мешает процессору. Разумеется, найти ноутбук с крутой мощной видеокартой за такие деньги – это утопия. И оптимальным вариантом здесь является Nvidia MX230. Эта видеокарта слегка урезанная мобильная MX250, которая является копией десктопной затычки GT 1030. Как итог, она позволяет худо-бедно играть в хиты прошлых лет, например, в тот же Ведьмак 3. Она отлично заработает в HD на средних настройках графики. Ну а в более простой FIFA 20 можно будет замахнуться даже на Ultra Full HD. Интересной моделью с такой видеокартой является Acer Extenso 15 с маркировкой EX215-51G-54MT. У него и четырехъядерный Core i5 последнего поколения, и 8 ГБ ОЗУ, и 256 ГБ SSD. В общем, претензий к быстроте его работы у вас точно не будет. Единственное, что расстраивает, это TN-матрица. Хотелось бы видеть здесь IPS, но такие модели стоят уже ближе к 50 тысячам. В любом случае, для игр это даже в какой-то мере лучше, так как недорогие IPS-панели имеют достаточно большое время отклика. У TN такой проблемы нет. Все ноутбуки подобраны мной исключительно в качестве примера. Вы можете найти другие модели, пользуясь моими рекомендациями. Будет очень круто, если вы в комментариях напишите модели, которые рекомендуете сами. Если вам понравился выпуск, поставьте лайк и не забудьте подписаться. Все ссылки на Яндекс.Маркет я оставлю в описании. Также в описании будет ссылка на нашу группу ВКонтакте и на мой Инстаграм. На связи был МК. До скорых встреч!